привет друзья вы на канале мотошоп я очень рад что вы остаетесь с нами спасибо за поддержку вы помогаете очень своими лайками комментариями и просто своими просмотрами развитию канала еще раз спасибо и большой респект каждому из вас сегодня я вас приглашаю на прогулочку поджач ns 200 пульсаром 2017 года на этом на этом мотоцикле я уже катался на треке в чайке мы уже сделали обзор на эту новую модель и сейчас мы еще с вами покатаемся по городу посмотрим можете ругать меня в комментариях за все мои ошибки которые я буду делать на дороге мне это тоже будет полезно но я надеюсь будет интересно всем кто увлекается этой темой и полезно что-то посмотреть новое про мотоцикл кого конкретно интересует эта модель ну или возможно заинтересует в результате я заранее прошу прощения за ветер и шум всякий разный посторонний я все еще пытаюсь найти оптимальный вариант для записи во время движения на мотоцикле вот очередная попытка я наверх уверен но я надеюсь что она будет удачной кстати я надеюсь вы смотрите в 4к потому что я хочу попробовать записать это видео в 4к я надеюсь что у меня получится его обработать потом и вы можете наслаждаться хорошей картинкой пока добрался до мотоцикла я потерял их где-то час времени в пробке куча аварий отсюда как бы выгода одна из многочисленных выгод мотоцикла вы не теряете время в пробках ну то есть вы как бы теряете то есть пробки ж нельзя ехать свободно на мотоцикле приходится там маневрировать петлять и так далее и скорость естественно ниже но это все равно гораздо быстрее чем ехать толкаться на машине это однозначно в общем то вот это один из скажем так случаев когда люди покупают мотоцикл скажем так как средство передвижения комфортного быстрого по городу вот кстати как с автомобилями есть споры что что же такое автомобиль средство передвижения либо роскошь также сам можно отнести это мотоцикл но немножко как бы в другой плоскости то есть это либо будет средство для передвижения вот как я уже сказал для людей которые не хотят стоять пробках и им не нужно возить пассажиров то есть легко сесть на мотоцикл и ехать по своим делам либо это для получения удовольствия для покатушек многие катаются только по выходным например то что мотоцикл это быстро удобно это однозначно вы кстати можете написать в комментариях что что для вас мотоцикл средство для передвижения либо это такой фановый инструмент для получения удовольствия для отдыха для путешествий развлечений так есть включили поворотик как видите подсветка постоянно включена в семнадцатом году она не выключается синяя подсветка в нем не очень видно но я все-таки ее вижу что она горит синего цвета если спросите меня что такое мотоцикл я вам скажу для города для меня это в первую очередь средство для передвижения то есть избежание заторов кстати надо быть аккуратным при таких маневрах потому что может ехать мотоцикл для избежания заторов и для быстрого передвижения конечно же еще и экономного передвижения потому что во-первых мотоцикл потребляет меньше топлива чем автомобиль во-вторых мотоцикл стоит меньше в пробках чем автомобиль то есть тут двойная выгода получается вот ну а второстепенное я конечно же получаю удовольствие от езды на мотоцикле потому что я всегда любил двухколесная и надеюсь что буду еще долго на них есть а вообще я люблю бездорожье во всех его проявлениях многие думают конечно же там безопаснее даже якобы на дороге куча машин факторов но на самом-то деле да на бездорожье факторов которые подвергают водитель опасности очень мало я так наверное не готов вот все на ходу перечислить придумать но по большому счету это сам водитель ну и обстановка как бы на дороге на покрытие то есть могут быть какие-то известные где-то маршруты по которым раньше не ехал ну в общем-то сюрпризы а на дороге среди автомобилей среди множества участников движения факторов намного больше то есть помимо самого водителя дорожного покрытия дорог еще есть очень много участников дорожного движения автомобилей мотоцикл велосипедисты пешеходы так ну вот как мне по красоте обогнать такую машину тут как бы есть прерывчатая полоса вот так вот и обгоняем что делать о это баджач винас обогнал ты смотри и догнать не просто один из немногих статьях сейчас попробуем пообщаться с человеком интересно же мнение как оно здорово шо ты как мод опа юра привет еще раз вот это новости ладно не буду выключать записывают я скажу что это сотрудник нашей большой компании у нас как бы уже но у нас много людей к сожалению не знаю кто когда себе что покупает вот но у нас уже несколько мотоциклов именно вот баджач купили сотрудники но по разным причинам я думаю вы догадаетесь по каким в том числе ну как в общем вот сколько ты уже прошел вот 2 600 и чё супер это хорошо ну на новую на новую технику нам запчасти не нужны и слава богу да мы зарекомендували 1590 в блокбастере в магазине можно купить за такие деньги класс кстати их уже осталось по моему пару штук один из них блокбастере точно есть ну и наверно на поздняках а у нас еще нет обзора на этот мотоцикл ты как сможешь дать потестить покататься да ну вот и договорились отлично прикольно было вот так вот встретиться вообще мотоциклом довольны потому что не хватает мне единственной шестой передачи не хватает в ней можно с ним идти поездить часто шукаю шестую передачу тормоза тормоза чуть-чуть он разловил гаузь супер ну ты вообще выбрал какой-то другой бренд вот как бы если бы у тебя ну то есть тут наверное же есть какие-то плюсы покупки то что ты выбрал именно баджач я то есть ну ты мог выбрать там другие известные марки в частности китайские да вот которые там плюс минус в одном сегменте но ты именно выбрал баджач еще именно новинку ви на самом деле я не рассматриваю вообще покупку мотоцикла без себя не ближайше ну то есть время нияко а то что я на картинке вишку бачу это не было когда пришла техника до нас на склад блин я его любил это дизайн все она отличается в потоке есть динамика отлично но для города то что нужно вот потом то чем я уже несколько раз говорил в наших видео то что запчасти есть и они преподают пыли ну и слава богу только что об этом как раз говорил недавно то что это и средство для передвижения и как бы для получения какого-то удовольствия ну то есть сам мотоцикл в принципе многофункциональная вещь которая сильно облегчает жизнь и экономит время и деньги экономичный я не знаю я пока еще не работал от что-то про топливо но то что я заправляю я даже не думаю что у меня бак пустий не пустий ну ладно тогда будем разъезжаться обязательно кстати у нас одинаковые перчатки ну это в общем то юра мне их и подогнал эти перчатки и куртку зато у тебя мото джинсы круто у меня обычная кроссовки у тебя тоже мото я вижу бронированные шнурки ну вообще мне не странно то что я встретил сотрудника нашей компании он тут недалеко работает и я тоже заезжал как бы по делам и в принципе мне не странно встречать мотоциклы баджач вот интересно увидим ли мы сегодня ну я уже сегодня утром видел один пульсар а вообще так по городу когда ездишь то уже много и припаркованных и катается и боксеров и пульсаров достаточно редкие 150 пульсары еще пока ну вот уже первый ви я еще на дороге ви не видел класс юра любезно согласился предоставить свой мотоцикл для обзора потому что насколько знаю их там пару штук осталось и может быть даже уже бы не было возможности до следующей партии сделать обзор но так как у нас теперь на подхвате есть свободный ви это очень облегчает задачу странный светофор и красный горит и зеленая стрелка вроде бы и прямо ехать нельзя но дорога только направо на зеленую стрелку ну оу синяя подсветочка и лампочки как красиво все светятся супер а мне синяя больше нравится чем оранжевая в предыдущих выпусках оу кстати еще интересное замечание вот как-то семнадцатого года охотнее едет и набирает особенно вот набирает скорость охотнее чем вот тот который у нас еще был на тестах 2012 года выпуска пульсар не знаю может тот и подустал но по нему как бы не скажешь но вот этот он такой более живенький вот так можно на нем делать даже не скидывая передача так вот снова мини затор и снова мы будем всех обгонять потому что мы можем а чем больше транспортное средство тем надо о хорошо что не водитель делает мейкап а пассажир тем более аккуратно надо возле него двигаться я уже прошел прошел ту стадию когда я могу говорить что я там хорошо езжу я могу себе позволить и я перешел в следующую стадию что не все зависит от водителя от вас на дороге вокруг вас очень много машин участников дорожного движения о чем я уже сегодня говорил и каждый из них может что-то исполнить тем более что мотоцикл менее заметно на дороге кстати поэтому я всегда езжу вот горит видите лампочка с дальним светом фар и постоянно я слежу за вами за всеми и сюда слежу и сюда слежу поэтому у меня очень редко кто выбрасывает сюрпризы кстати напишите кто не безразличен или кому не все равно напишите как вам этот кратур с камерой мне лично он нравится многомощность и 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 ул я ничего не устал очень даже легко рулится управляется мотоцикл я вообще не закладывался передачами ну то есть я часто вот не понижаю еду на 6 где надо притормозить я притормаживаю сбавляю скорость а потом полегоньку аккуратненько он раскручивается ну в общем то как для 200 кубиков то очень интересный тяговитый двигатель получается на маленькой скорости на низких оборотах на высокой передаче не типично скажем так владельцы пульсаров предыдущих годов выпуска вот опишите как как у вас едет мотоцикл ваш ваш пульсар вот в таких условиях вот мне всегда было интересно высокая передача маленькая скорость низкие обороты как тянет да правильно красный как тянет мотор мне кажется что с каждым новым годом выпуск с новым годом выпуска пульсары едут все лучше и лучше в разном диапазоне кстати напомню еще раз пользуясь случаем что 22 07 2017 года на мототреке чайка будет проходить мероприятие на котором мы будем проводить тест драйвы мотоциклов поджать под этим видео я также оставлю ссылочку для регистрации на это мероприятие если хотите поучаствовать переходите заполняйте анкету и до встречи на чайке там будет кстати доминар 400 вот так вот мы схитрим вот это тоже хотел парень схитрить мы заняли его место ну да ладно ну что ж друзья я уже еду парковаться всем говорю пока до новой встречи как обычно вам огромный респект за то что катались со мной мне было с вами как обычно интересней чем одному задавайте вопросы оставляйте комменты кто еще что хочет увидеть узнать посмотреть послушать об этом замечательном мотоцикле об этом индийском неубиваемом как я сегодня сказал сумасшедшая блоха да в общем друзья оставляйте лайки ставьте комментарии или делайте наоборот но не оставайтесь равнодушными спасибо еще раз что были со мной до новых встреч пока пока пока